Добрый день! С вами Сергей Мысовский и это программа Основы катания по волнам с кайтом или вейврайдинг английскими словами Сегодня я расскажу вам о выборе оборудования для того, чтобы вы могли не только кататься правильно но и получать от этого удовольствие Я из города Санкт-Петербурга мне 27 лет На кайте я начал кататься в 2005 году и в 2009 году начал кататься по волнам на серфинге и позже считать это с кайтом В 2011 году я выиграл чемпионат России по классическому серфингу и в 2013 выступал на чемпионате мира на Гавайях чемпионат по катанию по волнам с кайтом Итак, перейдем ближе к делу к выбору оборудования В первую очередь чтобы приступать к вейврайдингу вы должны уверенно вырезаться на кайте правым и левым галсом и ездить в той саде то есть в свече Существует несколько видов кайтов Это кайты для рейса кайты для фристайла кайты для фрирайда и кайты для вейврайдинга Все они отличаются друг от друга я не буду рассказывать чем конкретно но кайты для вейврайдинга отличаются тем, что у них есть момент дрифта то есть дрифт это состояние кайта когда он находится не в тяге но при этом он не заваливается за вас при провисании строп а просто продолжает сливаться ниже по ветру и в любой момент после этого он может оказаться в тяге когда вы этого захотите именно это главное отличие вейв кайта от остальных других и именно это отличие помогает вам лучше кататься на волнах используя именно вот эти кайты Одна из лучших моделей, на мой взгляд это кайт дрифтер от Кабрины Обратите внимание кайт достаточно легкий у него три поперечных баллона здесь есть настройки на ускорение его, видите здесь и на замедление то есть кайт прочный то есть его не раз замывало у меня в больших волнах и он при этом оставался достаточно ну как, не достаточно а он оставался целым невредимым я очень рад, что я катаюсь на этих кайтах поэтому и вам их советую дальше следующая вещь которая понадобится вам для катания по волнам это трапеция спасибо обратите внимание это обыкновенная трапеция без каких-либо изысков которая цепляется прямо вот сюда не используйте вейврайдинге сидячую трапецию потому что она не сможет у вас свободно ходить вот так вдоль живота это необходимо для того, чтобы при смене галса смене стойки трапеция немножко поворачивалась либо направо либо налево чтобы вам было удобно то есть когда вы ее одеваете вы ее не затягиваете до конца чтобы она намертво сидела у вас вот так а держите ее немного отпущенной то есть если я еду в эту сторону то она у меня сдвигается вот сюда если я еду вот в эту сторону то она у меня сдвигается вот так вот вторая необходимая вещь на трапеции это страховочный лиш страховочный лиш нужен для того что если ваш кайт замыло и вы отстрелили планку ваш кайт не унесло но если вы катаетесь на волнах велика опасность того что при падении кайт его может порвать волнами тогда необходимо отстрелить и вот этот страховочный лиш потому что если вас потащат за кайтом а если в него закрылась волна вас обязательно потащат за ним во первых будет большая нагрузка на кайт что он может мгновенно порваться во вторых будет большая нагрузка на вас потому что потому что вас затянет прямо под воду, и вы можете захлебнуться в этот момент. Поэтому, если вам хочется жить, лучше отстрелитесь. Еще один небольшой момент. В каждой трапеции человека, который занимается вейврайдингом или катанием по волнам с кайтом, должна быть вот эта маленькая вещь. Эта вещь называется стропорез. Она необходима, я считаю, всем кайтерам, но тем, кто катается по волнам, особенно, если вас замыло в волнах и закрутило в стропы, вы должны достать ее под водой, хранить ее именно там, где вы сможете сделать это одной рукой, например, где-нибудь здесь или здесь, но чтобы у вас не возникало проблем при ее доставании. Когда вы ее достали, вы можете спокойно срезать все стропы, которые обмотали ваши руки или ноги, которые мешают вам всплыть. Такие случаи бывают, поэтому советую не забывать про эту маленькую деталь. Следующая вещь, которая понадобится вам для катания по волнам с кайтом, это серфовая доска. Обратите внимание, это обыкновенная серфовая доска, которая используется для классического серфинга, не для катания с кайтом по волнам. В чем же отличие серфовой доски от кайт-серфовой доски? Так как это классический серф, он сделан только из пены и фиберглаза, то есть он нигде не усилен, и при ударе, при любом об твердую поверхность, например, об риф или об трапецию кайтера, на нем будет появляться трещина или вмятина, которая, в свою очередь, будет набирать в себя воду. Если доска набирает в себя воду, доска портится, она становится тяжелее и начинает гнить. Серфовые доски плохо подходят для катания с кайтом, потому что они непрочные. Для катания с кайтом лучше выбирать специализированные доски. Позвольте мне уделить внимание нескольким деталям, которые одинаковы у всех досок. На кайт-серфовой доске должен быть коврик задний, обязательно. Это нужно для того, чтобы у вас не соскальзывали ноги при езде, потому что большая скорость, и как бы вы воском не натирали доску, ноги у вас будут скользить. Желательно, чтобы было два коврика. Один – это обязательно, два – это уже по желанию. Некоторые люди используют один коврик при катании на кайте. Я же использую два коврика. Эта доска серфовая, поэтому два коврика здесь не нужно, и эту поверхность можно просто намазать воском. Следующая часть – это плавники. Их бывает разное количество, бывает один, два, три или четыре штуки на доске. Если плавник один, это точно доска не для кайт-серфинга. Эта доска называется Single Fin, это либо лонгборд, либо доска Малибу, которая предназначена для классического серфинга. Доска с двумя плавниками по бокам называется Fish. Чаще всего это доска небольшая, круглой формы, и предназначена для небольших волн, такого фанового катания. Три-четыре плавника – это уже доски для поворотов, для фристайла, на которых можно исполнять различные маневры. Я думаю, которые как раз вы и хотите научиться. Прежде чем идти кататься, всегда проверьте, как прикручены ваши плавники. Здесь есть закладные, которые настраиваются маленьким шестигранником. Плавники должны у вас держаться крепко, то есть проверять их перед каждым катанием. Если они у вас болтаются, обязательно их подкрутите. Если вы их не подкрутите, вы рискуете их просто потерять. Следующий момент. Использование лиша. Лишь необходимая вещь при катании по волнам, чтобы вы, если потеряете доску или вас замыло, вам не пришлось за ней каждый раз плавать. Но если вы только учитесь или катаетесь по ровной воде, лиш вам совершенно не нужен. Он будет лишь мешать вам путаться вокруг ног. Поэтому, если вы пошли на небольшие волны до полуметра или вообще катаетесь на флейте, лишь снимайте и катайтесь свободно без него. Если же вы идете на какую-то волну, где там метр, метр полтора и выше, советую вам брать с собой лишь. Почему? Если вы упали и потеряли доску из-под контроля, скорее всего, волнами ее унесет к берегу или еще куда-нибудь, куда течение. Ветер с волнами иногда могут расходиться в направлениях, поэтому вырезаться за ней вам будет, возможно, сложно. Еще раз используем лишь. Дальше. Это была обыкновенная серфовая доска. И сейчас я расскажу вам о кайт-серфовой доске. Чаще всего для катания в обычных условиях я использую доску размером 5,8. Это 5 футов и 8 дюймов. Видите, эта доска, она отличается от предыдущей тем, что она тяжелее. Но она тяжелее не из-за того, что набрала воды, а из-за того, что она усилена. То есть она покрыта специальной эпоксидной смолой, которая держит и предохраняет ее от ударов. Обрыв, рапецию и при перевозке. Обратите внимание, с верхней стороны в этой доске внутри расположен бамбук. Это сделано для того, чтобы усилить ее и предохранить от ударов. То есть при приземлении часто вы бьете ее ногами вот так. Или когда вы катаетесь по чопе, часто доска ваша страдает. То есть если у вас будет серфовая доска обыкновенная, она просто промнется. Вот это кайтсерфовая доска, и она будет держать все эти удары. Также здесь приклеен второй коврик, который не только помогает вам лучше держать контроль над доской, но и предохраняет ее от ударов. И видите, здесь нос доски, в котором внутри корк. То есть пробка по-нашему. То есть если повредился нос, то есть в нем какая-то дырка, доска не начнет набирать воду, она будет ее только отталкивать. Это специальная технология, которая помогает предохранить доску и позволить ей продержаться дольше и вам кататься на ней, соответственно, больше и получать удовольствие. Поэтому при выборе доски советую вам выбирать кайтсерфборд, а не просто серфборд. Доски отличаются по количеству плавников, форме, толщине, длине. Для чего же это все нужно? Разница в стилях катания. Для чего вы хотите использовать свою доску? Если вы хотите кататься по небольшим волнам и заниматься прыжками, советую вам брать небольшую доску в районе 5,8-5,9 до 6 футов длиной. На средний вес 75-80 килограмм. Я вешу 65 и я использую доску 5,8. То есть, соответственно, если вы весите меньше, можете брать доску чуть поменьше. Или если вы весите больше, то, соответственно, берете доску побольше. Вот, это обычный размер для стандартного катания по небольшим волнам 1,5-2 метра или для фристайла на ровной гладкой воде. Для волн побольше я использую доску размером 5,10. Спасибо. Обратите внимание, разница небольшая, всего лишь 2 дюйма, но, на самом деле, вся разница сосредоточена в ощущениях от катания на этих досках. Смотрите, эта доска с 4 полуниками, эта с 3. То есть, когда вы катаетесь на больших волнах, то есть, эта доска уже на волну побольше, вам нужно больше контроля, потому что там большой шанс упасть. Если вы упадете, то будет неприятно, если вас замоют большой волной. 4 полуника для того, чтобы держать доску под хорошим контролем. Обратите внимание, эта доска больше напоминает классический серфборд, потому что на ней и стрингер, и в ней нет бамбука и различных усилений. И вот только вот в этой задней части, вот специально, чтобы держались вот эти полуники крепко в доске. Она гораздо легче предыдущей, но, и, соответственно, она менее прочная. То есть, чем менее дожка ваша усилена, тем она будет менее прочная, но при этом она будет у вас более отзывчивая. Здесь точно так же два коврика, чтобы не продавливать доску ногами при катании по чопу и вообще при катании, потому что любая серфовая доска, если она будет без коврика, просто рано или поздно начнет у вас продавливаться, ну и пробиваться. Для того, чтобы кататься по волнам, вам нужно кайт, желательно два или три размера, чтобы перекрывать весь ветер, одна или две доски, одна трапеция, одна или две, лучше, планки, и насос. И друзья, которые будут ездить вместе с вами, кататься по волнам, чтобы вы следили за ними, а они, в свою очередь, следили за вами. Продолжение следует...